Когда-то Конфуции сказалось, ты хочешь увидеть изменения в стране, подожди, пока сменится поколение. Путин 15 лет назад пришел к власти. Я думаю, что изменения какие-то сразу мы увидеть просто не могли. Потому что такую огромную страну, такую разнополярную, такую разномастную, как бы направить единое русло и собрать его в едином, нужно было как минимум лет 10. Ну это же, ну я не знаю, Сингапур понадобилось 50 лет перестраивать. А Сингапур это крошка. Сингапур это просто вот такой мизер по отношению территориально, по отношению с Россией. Я думаю, что какой-то маленький объект можно очень быстро привести в порядок или там привести к общему знаменателю. Россию нет. Поэтому, конечно, то, что у нас сейчас есть какая-то стабильность, это его заслуга тоже. Потому что полномерное, потихонечку перемалывание ситуации, работа в определенном направлении, они дают свои плоды. Очень много несуразного в этой стране, в нашей стране. Очень много того, что нужно еще переделать, изменить. То, что нужно работать и работать и работать сейчас. Я думаю, что сейчас наши правительства в начале пути находятся. То есть мы пока еще только-только чуть-чуть вот сдвинулись в каком-то направлении. И, конечно же, слишком много негатива пока в стране. Вот, скажем, я как экономист могу дать десяток хороших советов, что нужно делать. Но я думаю, что кроме меня есть еще экономисты. И кто-то посоветует. Продолжение следует... Продолжение следует...